Так ты ещё не... А я-то думаю, чё ты такая нормальная? Смотри-ка, у неё даже голосок такой детский, лёгкий, а там у неё такой, типа, отвали от меня, падла! Вы на канале Кэйти из Геймсис! Всем приветик, ребятки, вы на канале Кэйти из Геймсис, и мы сегодня с вами продолжаем проходить игру Life is Strange. Я сегодня не выспалась, но у меня такое хорошее настроение! Короче, давай, давай начнём, у меня так классно! Главное продержать это настроение до конца, а то обычно я такая начинаю, такая, вааа, как здорово, а потом так, короче, становится скучно, и ты такая, вааа, и потихонечку в сон. Так, на чём с тобой остановились? Мы должны были принести Дэвиду ключи. Откуда это, спросишь, я это знаю, я же играла давно. Оттуда, потому что я, блин... Почти, взглянуть? А, это с ней поговорить можно было. Потому что я, блин, прикинь, это, я хотела установить русскую озвучку, оказывается, русская озвучка есть только для... Эээ, потому что, короче говоря... Что я там говорила? А, так вот. Эээ, потому что я хотела установить русскую озвучку, а хорошая русская озвучка есть только для первого эпизода. Но я нашла другую русскую озвучку для всех эпизодов, и, короче говоря, ну, я как бы это... Ну, я её установила, она не работает. Она не работает, я не знаю, в чём прикол. Ну, короче говоря, я не стала уже пытаться, не стала скачивать другую озвучку, думаю, ладно. Тем более, неизвестно, сколько длится первый эпизод. Не смысл оттягивать пытку поездка в школу с Дэвидом. Пожалуй, надо идти. А, в принципе, я так хорошие актёры озвучки, ёптай. Так, мы с тобой, знаешь, что сделаем? Мы с тобой вот это подобавим, а громкость речи мы уменьшим, как и музыку. Короче, я не знаю, как музыку давай, потому что я вроде как говорю, вроде как всё норм, но при этом, при всём при этом как-то, ну, короче, не то. Стеф? Привет, это Хлоя. Стеф Гингридж, привет. У меня твой диск, можешь забрать перед школой. Спасибо. Какой диск? Что за диск? Этот мудозвон серьёзно повезёт мне в школу? Это точно моя жизнь. Убейте меня. Давай, ладно. Ха-ха! Вообще, без базар, меня протить два раза не надо. Давай, начинаем. Чем тебя убивать? Можешь выбрать, так уж и быть. Как-то я всегда камеру ставлю далеко, а тут она так близко. Ну, ладно. Ну и кусок дерьма. Да, и тачка тоже. Понятно. Чё, давай, батька, вези. И почему вы, женщины, собираетесь целую вечность? Мы надеемся, что вы, мужчины, уедете без нас. Ахренел! Нет, мам, клянусь, но он сам себя без остановки лупасил монтировкой. До смерти. Не, в смысле, ну так нельзя, что я не собака. Хлоя, это что, фингал? Нет. Неподчинение. Неудивительно, что твоя мать так о тебе волнуется. Как мило. В твоем возрасте я тоже любил кулаками помахать. Но это безответственно. Ты обязана вести себя лучше ради матери. Ну давай, ублюдок, повторить, чем я обязана маме. Я что, эта штука сказала? Похоже, изоляция электрода повредилась. Ты знаешь, для чего нужна свеча зажигания? Да, она вас пламеняет. Ты что, не слышал меня? Я сказала, что знаю. Тогда принеси мой набор торцевых ключей из гаража, торцевых ключей из гаража, и мы поедем. Эх, ну и что это тракционная семейная времяпрепровождение? Фу, нужно поскорее найти ключ и покончить с этим. Проверить почту. Что там? Ни хрена, никто не любит Хлою. А почему именно Хлоя? Это же ваша общая почта. Ой, хрена себе, автобали. Смотри, как красиво, фонтанчики какие, вау. Не, пешком я на учебу не пойду, оно того не стоит. Ну ладно. А, ты на автобус опоздала, да? Так, ну там нам закрыли проход, а тут нам велик положили. А велик можно там, я не знаю, что-нибудь с него снять? Я думала, можно. Думаю, сейчас как сниму что-нибудь с него, и все, как бздец, и себе заберу. И потом продам. Так, Дэвид, поговорить. Маскалар, это что, машина такая? Самый крошечный член во всех. Кадибы. Я думала, типа, член общества. Ужас, тут, блин, реальная русская озвучка нужна. Я такие слова в жизни не произношу. Почему это Дэвид оставляет свой хлам в нашем гараже? Он что, планирует к нам переехать? Ну, да. До тебя что, не доперло? Ну, в смысле, у них с твоей маманой любовь. Поэтому, да. Папин ящик с инструментами. Он так воодушевлялся, когда что-то давало течь или ловалось. Да, любил чинить. Газонокосилка Дэвида. Может, нам с мамой и так наш газон нравится? Об этом он не подумал? Мама убрала это фото из гостиной. Похоже, в одну комнату с усами Дэвида оно не влезает. Слишком большие. Классная фотка, классная. Тортиком кормят. Кто бы меня накормил? Может, даже без свадьбы просто тортик и все. Может, даже не кормить, просто купить и все. Я и так не против. Ух, похоже, мама снова разгребала вещи. Старая отцовская камера. Для таких вообще еще выпускают пленку? Мне кажется, да. Черт, эта система стояла раньше в папиной мастерской. Надо забрать ее к себе в комнату. Пока она не очутилась на свалке. А, да-да-да, мы ее видели в основной LifeEastRange она была. Может, стоит наполнить его бензином на случай, если машина Дэвида когда-нибудь загорится? Ага, давай, желаю удачи. Как ты это будешь делать? А у них есть главы о том, как завести без ключа тачку маминого хаккаля, чтобы столкнуть ее с обрыва. Друг спрашивал. Понятно. Справочника по ремонту машин, ящик с инструментами. Интересно, а зло инструмент Дэви тоже в этом ящике хранит? Ну, хватай, че ты. Шансы, что я разобью ему ими рожу 50 на 50. 60 на 40. Может, 90 на 10? Может быть, 100 на 0 все-таки? Нет? Хороший автополив. Мне нравится, как красиво так вылить. Там еще можно по ними побегать, если лето. А с ним, может, поболтать можно было? Можно было и побыстрее управиться. Так. Через спасибо, пожалуйста. Ты охренел совсем, шо ли? Главное, взрослый человек, а спасибо, говорит, не умеет. Ты меня этому учить должен. Говорит спасибо, скажи Хлое, а не я тебе. Видишь, в чем проблема? Все указывает на... Отложение сажи. Да, что ты говоришь. Знаешь, ты бы действительно могла преуспеть в этом, если бы перестала выделываться. Мое выделывание делает меня особенной, Дэвид. Ну, я бы так не сказала. Ладно. Из своего выделывания ты померла. В следующей части. Ну, дальше там, в смысле, в предыдущей части, но в следующей, как бы, дальше там, в жизни. Ну, короче, ты вот выделаешься, да хрена, из-за этого я тебя убила. Все, задолбала ты меня. Стукнуть кулаком о кулак, оставить жизнь... Стукни, ладно, что? Ладно, так и быть. Мы будем дружны. Че, у меня шерсть по комнате опять летает от вентилятора. Короче, собака линяет, от нее шерсть так, у-у-у, на винтик наматывается. Ха-ха, вода с вентилятором, у-у-у, по всей комнате. Эй, а ты не собираешься забрать свои инструменты? Каждому дому нужен хороший набор инструментов. Ну, кстати, чемоданчик побольше, чем старый. У нас, как бы, уже есть, но спасибо. Ну, да-да, я про тоже. Не, ну, с инструментом нужен еще и хороший мужик. Не все шумеют ими справляться с ними, управляться. Ну что, погнали? Господи, только не говори со мной, пожалуйста. Я хочу с тобой поговорить. Болен! Вам не обязательно любить друг друга, но ты будешь уважать меня. Ты и так уже сполна насладилась отсутствием отцовской фигуры. Так что есть пара вещей, которые я хочу прояснить раз и навсегда. Подожди, нет, в перепалку мы не будем вступать. Мы будем игнорировать и терпеть. Ага. Хлоя, Джойс твоя мать. Она переживает. Переживает за тебя. А давай мы на ходу это делать будем, нет? Тебе тяжело пришлось, не спорю. Но все эти гуляния до поздна, непослушания, алкоголь, полосу наркотиками, это лишь все усложняет. Для нее тебе следует взяться за ум, собраться и хоть раз поставить на первое место кого-то, кроме себя. Я ясно выражаюсь? Я совсем свихнулась, если думаю, что частично согласна с доводами Дэвида. Ну давай, поняла, ладно. Уяснила, спасибо. Нам действительно пора ехать. О, охренел, да? Рад, что мы поняли друг друга. Вот это охренеть, да, вообще? Вот это вообще неожиданно такое. О, а что ж говорить-то вообще? Вот это поворот, вот это поворот. Так, мы сейчас едем в школу, да? А ты что спишь, мать? А, ты ночью не выспалась-то? А бухать не надо, надо домой приходить. Кантри. А, это сон. Ой, папа-хан, смотри-ка папа-ха. А, сон, нравилась эта песня? А мне, если честно, казалось до этого, я думаю, что эта история будет начнаться с того момента, когда отец жив. Я звонил сказать лишь, как скучаю старый друг, засидевшись снова допоздна. Пусть твои уши свинутся в трубочку. Отличный день, да? А мне казалось, что эта часть начинается с того момента, когда отец ее жив. И нам показывают потом, как она умирает. Он умирает, вернее, потому что я видела скриншоты, где она сидит с Макс, и где Уильям есть. Ну, видимо, это какие-то будут воспоминания. Я в курсе, для чего нужна свеча зажигания, козел. Получается, папка тебя учил, да, всему? Это же неправильно. То есть вы с папашей везете фотки мудочего куда-то, да? Мама бы заставила его вырубить этот шлак, будь она тут. Ой, да ладно, классная мусечка. Пап, сделай погромче. А ты поговорить с ним не хочешь? Забираю милую из магазина. Ой, корзец! Ой! А, так вот так это все и было. Так, но ее там не было. Ее там не было. Ну, в смысле, в реальной истории. Не во сне. Ее, по-моему, не было в машине. Он разбился один. Насколько я помню, верно ведь? Эй! Что за... Выходи, Хлоя, ты опоздаешь. Так, получается... Его это... Черт, спасибо! Используй против меня свой сарказм, юная леди. Я вижу, как ты закатываешь глаза. А вообще, я говорила, что... Я все вижу. Ой, да иди так, че! Я предупрежу об этом все. 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 Че? Всех можно. Так, подожди. Так, все-таки его, получается, сбил пояс. А мне казалось, его сбила другая машина. Привет, Адвал. Я думала, его сбила другая машина. Так. А подожди, меня вот что интересует. Это все-таки Академия Блэквилл это школа или колледж? Ну, то есть, Макс поступила сюда, да? Приехала поступать. Это учится за несколько лет до того, как приехала Макс. Или я не знаю, ну, за год, может. Но они же ровесницы. Все-таки что за Академия? Непонятно что-то. Мне непонятно вот все-таки какую роль выполняет это заведение, школа, колледж. Что это, универ? Ну, универ точно нет. Привет, Хлоя. Привет, Эллиот. Постой, что у тебя с лицом? Может тебе к медсестре сходить? А, это? Ты еще того парня не видел. Значит, это правда. Слышал, у тебя была чумовая ночка. Все вокруг об этом говорят. Все вокруг могут... Прошлую ночь и не испортят ни один хейтер соцсетях. Так, как насчет Мури? Театр Блэквелла во всей своей вычурной красе? Да, точнее. Я знаю, что будет скучно, но я подумал, может, сходишь со мной завтра? А, может быть? У меня есть правило не ходить в школу больше, чем нужно. Но посидеть на задних рядах и поржать на театр, Правда, может, не такая уж отстойная идея? Именно, я тоже так подумал. Ладно, увидимся на химии. Да, конечно. Мне кажется, ее надо было к психологу отправить. Хорошая девчонка такая, хорошая. Но просто вот из-за отца, из-за гибели отца. Нужно найти Стеф и забрать у нее мой диск. Да, занятий время еще есть. Нажмите удерживать, чтобы посмотреть цель. Забрать диск у Стеф. Серьезно. Может, этот спектакль и не отстой? Может. Может быть. Фи, но точно не сейчас. Новинка, новинка, новинка. Клуб любителей научной фантастики. Встречаемся в 17.30 по средам. Новички в этом жанре? Позвольте познакомить вас с классикой. Есть предложение по фильмам? Поговорите с Уорреном или Бру. О, Уоррен! Ай, ты наш Уоррен, красавчик. Бери же день здесь без помощи химикатов? Нереально. Наркотики, они навредят вам. Ну, конечно, навредят. Стеф. Эй, я у столиков для пикника с Майки. Спасиб, бегу. Спасиб, спасиб, спасиб. Бегу, бегу, бегу. Так, подожди. Я еще по дороге все осмотрю. Я ж любознательная. Будущее совершенствия. Будущее то еще мудила. Понятно. Ладно, что-то вот этот фонтанчик, кстати, странненький. Это Виктория? Виктория шейст. Я лучше буду блевать Бритварией, чем заговоришься. Ну, давай блевать Бритварией тогда. Кэрри Прайс. Я Хлоя. Точно, я просто придуриваюсь. Люди воспринимают меня слишком серьезно, с тех пор, как я выиграла награду юного фотографа-вестника за свою фотографию. Да ладно. Сидеть с этим и клубом-циклоном очень тяжело говорить людей не проставлять меня. И все такое. Но ты ведь все об этом знаешь, ведь ты с Рэйчел Эмбард, так? Давай, ты клуб-циклон. Ты тусуешься с циклоном? Я еще не член, но мою кандидатуру уже обсуждают. Я не уверена, что этот клуб должен быть собранным элиты Блэкула, а на деле там все за ручки держатся и поют песенки против хулиганства. Все изменится, когда я стану старше крусеньцей. Так ты еще не... А я-то думаю, что ты такая нормальная. Смотри-ка, у нее даже голосок такой детский, легкий. А там у нее такой типа, отвали от меня, падла. Понятно теперь. Блин, но такая хорошенькая девочка, смотри-ка, из богатой семьи. Такая красивая. Такая, ну прям нормальная. Не то, что раньше. Не то, что потом. Не то, что потом. Подожди, а что насчет Рэйчел Эмбард? Рэйчел выложила шикарное селфи, когда мы сжигали. Рассказывай. Мы убили человека, понятно. Что рассказать, Виктория? Это просто фото. Но она выложена на Фейсбук. Фейсбук. Это же по сути значит, что мы с Рэйчел лучшие подружайки. Ничего, мы не близкие. Так что ей нравится? Ну, знаешь, ее фетиш. Это наркота? Я не осуждаю, я просто подумала, что если она тусуется с тобой, то и явно нравится какой-то долбанутой дерьмо. Спасибо. Серьезно, я не знаю, почему ты болтаешь со мной, Рэйчел. Все ее любят. Маленькое миссовершенство. Так ты завидуешь Рэйчел Эмбару. Вот что происходит. Понятно. Боже, у меня нет на это времени. Я даже не закончила свое задание по химии. А ты тут ведешь себя как-то фу. Ой, подожди, прости, Виктория, я не хотела бодибрубать. Знаешь, я уже выполнила это задание. Хочешь, помогу? Ты помочь мне? Конечно. Последняя задача сложная, так? Если я правильно помню, ответ. Йод, дисплозий, натрий, водоворот, водород, эрбий. Вроде верно. Отлично. Эй, спасибо, Кэрри. Не проблема. Ну ладно, в принципе, по делам ей. В принципе, она та еще падла, так что ладно, пофигу. Пофигу, пофигу, пофигу. Саманта. Привет, Клоэ. Привет, Саманта. Что читаешь? Кто боится Вирджини Вульф? Я читала ее в прошлом году на литературе с миссис Хойдой. Я не думала, что ты делаешь домашко. Обычно нет, но эта пьеса мне зашла. Что тебе мне понравилось? Блин, я же ее не знаю, давай грустно. Смысл сюжета в том, что отношения работают лишь в том случае, если партнеры готовы лгать друг к другу. Не уверена, шутишь ты или нет. Прости, я иногда немного тормоз. Я иногда немного стерва, так что все хорошо. Люди всегда-то говорят, но я думаю, что на самом деле ты... Прости, Хлоя. Никто так не говорит. Я даже не знаю, о чем говорю. Да ладно, забей. Не сомневаюсь. Да ладно, забей, говорят и говорят. Не ты же говоришь. Ты же говоришь, что я наоборот хороший, так что все нормально. Информационная доска. Работа его на весьма хорошей. Только ему об этом, конечно, не скажет. Опасность лесных пожаров. Эван Харрис. Это кто? Это какой-то ученик у вас тут? Будто быть под кайфом плохо. Так, Акадия Бэй. Опасная... Ой, этот. Пожарная опасность на сегодня. Хай. Типа, ну... Какой-то чуть-чуть выше, прям, самый нижний. Ну, нижняя, ну, типа, ну, не прям, прям, низкая. Ну, такая, нижняя-нижняя, но не прям низкая. Ну, короче говоря, ты понял меня. Отвали все. Не спрашивай у меня. Не спрашивай. Не знаю, как это точно перевести. Присеть. Давай послушаем ее мысли. Так, что скажешь, мать? Мне, наверное, стоило бы идти на занятия, но меня это попросту не волнует. А что тебя волнует? Прошлая ночь не сон? Интернет говорит, что нет, но я все равно не могу поверить. Рэйчел Эмберг, звезда театра? Выдающаяся ученица, известнейшая принцесса Блэквелла, внезапно появился неоткуда, как Бэтмен, чтобы спасти мой зад и поджигать под фаерволк? Это либо был сон, либо реальность, только что стала охренеть, какой сумасшедший. А, либо реальность только что стала сумасшедшей. Короче говоря, как-то так. Так, ну вроде она все додумала, вставай. Или не додумала. Ой, 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 подожди, я здесь не забрала. Ректор Уэллс? Приветик. Клоя Прайс. Это что, Фингал? Я... Ага. Я надеюсь, вы знаете, что Блэквелл предоставляет учащимся возможность пообщаться с психологом. Конфиденциально. К нам можно обратиться по любой проблеме. Со мной все хорошо, вот тому парню явно пригодилось бы безопасное пространство, а без меня. Никогда не упускайте шанс подтвердить свою репутацию, да? Мисс Прайс. На знаке четко написано «Не ходить по сцене». Такое наплевательское отношение к усилиям одноклассников совсем не смягчает список ваших крупных нарушений. Сарямба! А что насчет мелких нарушений? Сколько мелких нарушений в крупном? Это не шутка, мисс Прайс. Кто тут шутит? Вы видели мои оценки по математике? Возможно, вам будет не так весело, когда я упомяну, что слышал, будто вы употребляете наркотики. Вы ведь все осведомлены, что в Блэквилле такое не терпят. Мне что, потребуется провести обыск, чтобы достариться выстреленности этих обвинений? Мисс Прайс. Я так и думал. Буду с нетерпением ждать нашей встречи в моем офисе после занятий. Что скажете? Скажу нет. Он серьезно за меня взялся? Мне нужно убедить его, что отвались в его же интересах. На самом деле, сэр, я вынуждена отказаться. Значит, будете со мной спорить, а я уж подумал, что ваш колодец колкости и сяк, колкости и сяк. Композиция меня два раза на дайму один всего. Я кто-то сказал. О, я поняла. Потому что вас зовут Уэллс, так? Вы что, ходите весь день, надеясь на возможность применить эти три грузов? Должно быть, это для вас великий момент. Шутки. По моему опыту, таким образом, виновные пытаются заместить свои нарушения. Вы явно не изучали статью о травке с утреца в Конституции на коже. Все вонючие растения. Нужно быть выкурено перед приходом на занятия. Я ж не это не оведу. Так вы признаете, что употребляли малихуану сегодня утром? Может быть. А может, я хочу узнать, сумеете ли вы заставить меня пописать стаканчик? Серьезно, я действительно достаточно. Мне нет необходимости обыскивать вас, мисс Прайс. Одни ваши слова убедили меня в вашей вине. Вы встретитесь со мной в моем офисе после занятий для вынесения официального замечания. Тварь, отлично, просто отлично. Вот падла, блин! Я не знала, что она скажет про это, про то, что она курила утром. Я думала, она скажет, типа, все еще не должна быть здесь. И мне все еще пофигу. Короче, я не знаю. Капец вообще. Я думала, она скажет, типа, вот статья такая-такая, там все дела. А она взяла, короче, вообще какую-то ересь понаговорила. Нужно забрать устав диска, она наверняка занимается ботанскими делами где-нибудь с Майки. Короче, очень-очень-очень мало времени дают на вот это все. Прям крайне мало. Заключительные экзамены. Я затою предпочитаю курнуть, но каждому свое. Учащийся Блэквиллы, не забывайте о самой важной трапезе дня. Следите за своим организмом во время экзаменов. Ой, а выичница с бекончиком тоже сапнула. Но огонь такой классный. Пожарная безопасность, неси свой вклад. Ладно. Обязательно. Так, это что? Это что вообще за хрень? Скажи, нет наркотикам, победа под топингом. Не под допингом, не победа. Это самый быстрый путь к краху. К краху. Так, угол. Закурить. Что, реально, что ли? А меня сейчас поймают, кобздец. Это сигарет, надеюсь, не наркотики? Кобздец сейчас поймают, а? А там, но смокинг, да, в смокинге говорят, нельзя. У учащихся Блэквелла, как у овец, есть стадный инстинкт, заставляющий избиваться в кучки. А те, кто любит одиночество, считают опасными чужаками. Как и в любой другой тюрьме. Только теперь, благодаря соцсетям, тюрьма следует за тобой везде. Всюду. Поверить не могу, что Рэйчел выложила наше совместное фото с прошлой ночью. Прикинь, да. Считаюсь ли я чужачка, если теперь тусую с Рэйчел Эмбар? И ведь мне понравилось. Что это вообще значит? Делает ли это меня такой же, как и все остальные? Да не, в жопу. Ха, правильно. Все, идем дальше. Ну, пойдем. Выкидывай сигарет. Ты что, даже не докурила, е-мое. Ну, блин, ну так не очень выкидывай. Ты же на них бабки потратила. Получается, бабки на сигареты потратила, а сигареты не скурила. Это как-то, получается, не то. Так, тут граффити можно нарисовать. Я только за. Я фоткать успевала не все. Ну, хотя в первой главе еще более-менее. Дальше уже было сложно. Ректор Уэллс жжет. Дамы и господа, Ректор Уэллс. Приколдесс. Так, а у меня теперь это все за это, да? Хрень Дэвида. Там я какую-то хрень Дэвида не сфоткала, видимо. Так, пойдемте тут, смотри-ка. Есть у нас еще училка. Я ее помню с прошлой части. Она собирала эти подписи. Мисс Грант. Доброе утро, мисс Грант. Хлоя, ты в порядке? Да, у меня все хорошо. Что ты думаешь об этой гипотезе? Сегодня ты будешь на своем месте в классе химии, когда занятия начнутся. Я бы не пропустила его даже за весь мой организм мира, мисс Грант. Твоя искренность поражает. И учитывая изменения, происходящие в Блэквилле в последнее время, я ценю постоянство твоего остроумия, Хлоя. Какие изменения? Прескоты сделали весьма щедрое пожертвование в школе, что хорошо. Но вместо того, чтобы поддерживать точные науки, они отдали все деньги на искусство. Вы не думаете, что следует вкладывать больше средств в сферу искусства? Дело не совсем в этом. Я недавно говорила, что точные науки не получают должной поддержки, но, видимо, наши новые спонсоры другого мнения. Такова жизнь. Мисс Грант действительно выглядит грустной. Все еще наладится. Может, еще месяцев через шесть появится другой спонсор, который прикупит нам, не знаю, побольше лазеров? Побольше лазеров? А у нас есть лазеры? К сожалению, нет. Это грустно. Ну вот, может, купит хотя бы один. Хотя бы один будет на всех. Так, скип. Тебя что, скипнули, да? Эй, скип. Эй, скип. Много бандитских разборок, пресек. Сегодня не пресек. Но ты явно в этом преуспела. А? А, точно. Пофиг. Ну, я попросил маму Джастена Уильямса перегнать ее Мерседес вместо для инвалида. Крутой. Ну да, ты знаешь, я такой. Да, да, вообще, мужик-мужик. Мечта. Так, концерт Firewalk. Я сходила прошлой ночью на лесопилку на шоу Firewalk. Ты была на лесопилке? Подожди, ты видела Firewalk? Было потрясно. Ух ты, крутяк. Не думала, что тебе нравится такая музыка. Какая музыка хорошая? Истина так, сеструха. Я на самом деле в группе играю. Не гонишь? Называется Sun Elkash. Но это так, фигня. Я пытаюсь распространить нашу демку. Но это не просто Sun Elkash. Да? Может, хочешь послушать? В смысле, нашу демку. Ну, давай, ладно. Да, хорошо. Отлично. Ай, блин, я сейчас сразу выключу. Сразу выключу. Сразу выключу. Нормально. Нормально. Выходи, выходи. Ну, как тебе? Отлично. Это было офигенно, чувак. Если бы Sun Elkash крутили по радио, я бы вырубала на полно. Ага. Отлично, Хлоя. Спасибо. Так, дайте-ка угадаю. Он уволится из security, потому что пойдет играть в группе Sun Elkash своей, да? В своей группе Sun Elkash. Sun Elkash. Так, да-да-да, я помню про Стэфф, я помню про Стэфф. Давай со всем побазарим. О, подруга, шикарный фингал. Че, как? Слушай, ну че, ты сел на сумасшедшие вечеринки в лесопилке на севере? Извините, мы артисты выступали, все такое. О, серьезно? Я думала, это место какой-то нахрабритон. Мой кузен там как-то раз проститутку встретил, и... Пофигу? Было круто, ясно? Тебе не понять. Эй, так просто на ум пришло, что ты думаешь о Рэйчел Эмбер? Она шикарна. Если тебе нравятся секс-секосные умные и секс-секосные дамочки, она мне как-то раз... помогла, и я серьезно заваливал улги, бро. Я верю тебе. Зацени, она помогла мне весь семестр, потому что там помогала, как я завалил сессию. И потом я затащил на три с плюсом. А, ладно, увидимся на занятиях. Забились. То есть... То есть она прям как здесь какая умная девчонка, да? Прикольно. Это здорово. Эван, здравствуйте. Клоэ, я хотела поговорить с тобой о предотвращении листных пожаров. И тебе доброго утра, Эван. Согласно данному департаменту листового хозяйства, более 90% пожаров в этом городе происходит у тебя людей. Это рекордные высокие цифры, а будет стратить подобное очень просто. Это ведь для колледжа, так? Не поверю, что ты воспринимаешь это серьезно. Мой интерес к предотвращению пожаров полностью искренний. Кроме того, я собираюсь попасть в колледж только благодаря своим фотографиям. Как ты думаешь, Рэйчел Эмбер согласится по базированию для моего портфолио? Она так артистична. Уильдана была бы идеальной моделью. Как думаешь? Наверное. Почему нужно предотвращать пожары? Огонь это круто. Хоть я и понимаю, что ты нарочно меня раздражаешь, что и в словах есть доля правды. Многие элементы экосистемы получают пользу от огня. На примере к шишкам стройных сосновок. Температура выше 175 градусов по Цельсию, чтобы раскрыться. Нужна. Скажи, сосенок, еще раз. Нет. Мне надо бежать. Подожди, еще кое-что. Не подпишешь мою петицию о проведении собрания о пожарной безопасности в школе? Ну давай, ладно, что угодно, лишь бы парк свалить. Конечно, я люблю собрания. На них я кемаю лучше всего. Ого, спасибо, я этого не ожидал. Что ты, ну, знаешь, заинтересована в сложных проблемах и по овощу общественности. Ты хочешь, чтобы я поменял свое мнение? Ой, нет. Так-то лучше. Так-то лучше. Насколько я сейчас серьезно? Эван З... Ранец. Эван Зранец? Эван Засранец. Трава кур. Давай, ладно, Хлоя пройди. Вот, только не подумай, что это войдет у меня в привычку. Академия Блэквелл, дом лидеров будущего. Запишись сегодня, приходи реализовывать свои демократические права, чтобы до конца понять и обсудить важность превентивных мер по защите нашей хрупкой экосистемы от пожаров. Олег, так... Хвейс. Здоровый Мак, огромные яйки, Хлоя Прайс. Блин, подожди, так я тоже могла что-то это, что-то прикольное сделать, да? Болин. Что, беспокоиться о важных проблемах? Ну, хоть о чем-то. Так, ладно. Ой. Вот так. Вот так идеально. Подожди, вот так. Так, еще лучше. Так, ну все, мы идем, получается, к этим чувакам. По дороге я останавливать никого не буду, уже задолбали. Все со всеми болтать. Если бы я знал, что небесными сетями лисекает кровь, я бы дал ему зелье. Это была проверка способностей. Зелье бы не помогло. Проверка способностей. Это сейчас настолки, в которые мы играем. Тебе не понять. Отвалите, ботаны, я знаю, что такое настолки. Круто. Вот с этим существом я бы не хотела сразиться. Принесла мой диск? Бегучий полезный режиссерское издание. Вот. Зашибись. Пять баксов, так? Оставь себе. Я просто рада, что кому-то нравится классика, и ты попросила режиссерскую версию, где хреновый закадровый голос заменен отличной сценой во сне. Сны важнее реальности. Мой девиз по жизни. В яблочко. Ты не знаешь, а Рейчел Геймер? Рейчел Эмбер? Ты меня спрашиваешь? Разве вы с ней прошлой ночью не на свиданку ходили? Или вы, типа, просто друзья? Да, так. Почему тебя это волнует? Стеф любилась. Хлои, ты должна сыграть с нами. У меня сейчас нет 50 часов, но все равно спасибо. Мы уже в самом конце игры, так что это займет минут 20. Чем еще заняться перед уроками? Ой, давай сыграем. Давай, 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 давай. Ага, да хрен с ним. Погнали, ботаны. Вот у Алис персонажа. Ты эльф-варвар. Вы что, оскорбляете меня каким-то странным ботанским способом? Подумая об этом, эльф, типа, худой и немного странный. И при этом варвар. А значит, очень злой. Другими словами, Хэллоэ Прайс. Ооо, да вы двое просто огонь. Отлично, давайте начнем. Вы оба знаменитые герои Королевства Аверна. Когда-то мирной страны, теперь разрушенной жестокими мародерами Блэк Вэлла. В полном одиночестве ты пробился через лагеря разбойников в поисках их вождя Ду Гаргона Бессмертного. Входя в последний лагерь, уставший и заляпанный кровью, ты видишь другого героя, приближающегося с противоположной стороны. Я приветствую тебя, подняв свой полсах. Я Элломон, Колдун Третьего Круга, главный советник короля Тибириуса и клятвенный защитник Авернона. Представь своего персонажа. Да, хорошо. Я Эльф Варвар, и меня зовут... Каламасия, Каламасия. Она уже въехала. Неплохо. Два героя. Подожди, Элломон, прищурившись, осматривает стоящую перед ним эльфийку и говорит, я здесь, чтобы победить Ду Гарона Бессмертного, твоим имя короля Тибириуса. Что делает тебя достойной сражаться бок о бок со мной? Однажды я проткнула мужику грудь мечом, а тот прошел насквозь и убил еще и чела, стоящего сзади. Часло. Вы стоите на распусте. Слева находится тренировочная площадка, справа тюремный лагерь. Прямо находится огромная вычурная палатка, которая может принадлежать только Ду Гарону Бессмертному. Куда вы пойдете? Вперед, да? Нам ведь нужно убить этого дур-дебила. Элемон хмурится. У разбойников может быть неплохой лут на тренировочной площадке, и, конечно же, наш долг освободить всех заключенных. Твой выбор, новичок. Куда ты хочешь пойти? Ну, давай... Давай тюремный лагерь. Время спасать дыжбанов. Пошли в тюремный лагерь. Перед вами открывается вид на железные клетки, внутри каждой из которых находится пленник-человек, просящий вас о помощи. На страже стоит только маленький старый драконит. Он страхи, он замечает вас, и страхи закрывает себя в одной из пустых клеток. О, бедный парниша, что такое драконит? Дракониты — это маленькие драконолюди, они сосранцы. У него наверняка все ключи. А, хорошо. Эй, дерьма, кусок, вылезай оттуда! Драконит скачет, принчая перед вами связка ключей. Он кричит на странном языке. То, что он говорит, наверняка нелестно. У тебя не завалялось в мантии каких-нибудь полезных заклинаний? Ничего, что не зарылось бы клетку всех внутри нее. Так, давай запугивание. Запугивание у меня есть эта способность. Могу я ее использовать? Хочу, чтобы маленький ублюдок обосрался. Ты можешь попробовать. Что ты говоришь? Слушай, сюда, ты мелкая ящерица. К сожалению, они знают общий диалек, что означает, что они... Я кастую иногда хрида общения. Черт, серьезно? Теперь он понимает все, что ты говоришь. Время для настоящей магии. Это называется проехоспособности, когда ты пытаешься... О, я знаю, что делать. Я хватаюсь за брусья клетки и наклоняюсь поближе. Он наступает, его чешуя, считая кожа, дрожит до страха. Что ты говоришь? Все знают, что драконы сыкуны, поэтому они прячутся в пещерах и выходят только для того, чтобы пожрать овец, пожрать коров и другой хелью позаниматься. Я проигрываю. Это была ошибка, драконит рычит, складывая зубами, показывая кокси. Высокий глуп. Драконы... Боги! Черт! Ты мелкий, говорю я, но я могу это исправить. Я отрублю тебе башку и буду носить ее как цилиндр, тогда станешь гораздо выше. Нет, нет, пожалуйста, не делайте так, но я не могу дать ключ. Дракон меня съесть. Я думаю, он скоро сломается. Я показываю ему свой кулак, я зову его разрывателем, потому что с помощью него очень удобно вырывать желудки драконитов прямо через их горло. Драконит сжимается перед тобой, посматривая по сторонам. Он открывает свою пасть и ты думаешь, что он собирается позвать подмогу. Я прерываю его вовль, просовываю свой топор в клетку и прибиваю его голову к стене. Не рая, потом я говорю следующее. Это будет круто. Вот как все будет. Я срежу своих красей кожу, а затем сделаю из нее кожаную сумочку. Куда запихну твои остатки, чтобы брать тебя с собой, куда вздумается? Таким образом, когда в следующий раз какой-то мудень откажется давать мне ключ, я смогу вытащить твое тело и показать ему, что бывает, когда такое происходит. Что скажешь? Это было сумасшедшее. Я дам тебе бонус в плюс 10 харизми. Кидай кубик. Под старым драконидом набегает маленькая лужица мочи и он дрожащими руками протягивает тебе ключи, после которой он умирает от страха. О-о-о-ой, бедненький, круто, ага. Неплохо сработано. Почему бы тебе не начать выпускать заключенных? Принято. Когда ты освобождаешь пленников, они разбегаются от тебя в страхе. Что теперь? Давай тренировочная площадка. Лут, это неплохо. Погнали на тренировочную площадку. Отлично. Когда вы прибываете на тренировочную площадку, вас замечает тяжеловесный орк, который сразу же с криком указывает на вас. На поле находятся десятки разбойников и все они поднимают оружие и несутся на вас. Ладно, так что мы делаем? Я использую кислотный взрыв Эргиля. Эм, перебор. Бам! Ты призываешь волну кислоты, которая захлестывает бегущих орков. Каждый разбойник начинает кричать и корчиться от боли. Воздух наполняется кисто-сладким запахом, пока мясо сползает с их костей, как горячий воск со свечи. Охренеть! Видишь, почему мне не очень-то был нужен напарник? Тяжеловесный орк-сержант все еще жив. Он бежит на вас, размахивая громадным молотом. Он весь твой. Смертельный разрез, давай. Время кончать с этим. Смертельный разрез! Ты делаешь замах двумя руками и со всей силы опускаешь топор. Орк успевает моргнуть, из-за чего распадается на двое. Зашибись! Я так хороша в этой игре! Пока все неплохо. А что насчет лута? Так как тренировочная площадка, теперь бурлящая яма кислоты, весь лут, скорее всего, был уничтожен. Черт! Не переживай, чувак, Эламон, мы все совершаем ошибки. Эламон кивает. Эльфарва Каламастия, воистину, самая мудрая и прощающая. Что теперь? Ну теперь все, палатка вождя. Время идти в палатку. Вы входите в палатку, видите дуора Гаргона, вождя мародеров Блэквилла, комфортно сидящего на своем троне. Он огромный винотарр с красными глазами, одетый в черный плащ и орудующий двуручным мечом два метра длиной. Его смех раскатывается громом. Ваши земли и люди уже мои. То, что вы совершили здесь, ничего не значит. Ваше королевство было слабо. Вы слабы. Вот говню. У меня все схвачено. Я использую конус огня ксайского катаклизма. Огонь затухает при касании. Дур Гарон снова смеется, поднимая правую руку и демонстрируя свой наруч иммунитета к огню. Вот дерьмо! Все мои боевые заклинания огненные! Кроме знаешь кислотного взрыва, который ты потратил, чтобы впечатлить Хлою. Каламастия, что ты будешь делать? Уничтожающий удар, яростный рывок, жестокий кулак. Дайте яростный рывок. Что такое яростный рывок? Это удар плечом. Очень-очень жесткий удар плечом. Да, я делаю это. Ты вопишь яростно бешенство и берешь разбег. Дур Гарон удивлен и не успевает увернуться. Ты врезаешься в него плечом, отталкивая его и нанося урон. О, да! Что теперь? Уничтожающий удар. Обалдеть, уничтожающий удар. Охрененно, круто звучит. Это, наверное, надо было последнее, да? Один? Это ведь плохо, да? И не для меня. Делая первый шаг, ты спотыкаешься о камень, падая на землю в кучу металла. Твой топор... Твой топор отлетает в сторону. Майки, кидай на проверку реакции. О, нет. Три. Твой топор задевает ногу Аламона. Ноги во множественном числе. Разрубая обе ноги на уровне лодыжек. Мне так жаль. Дур Гарон двигается в сторону раненого Аламона. Вот дерьмо! Я говорила тебе, что это мой лучший босс. Ты не сказала мне, что мой персонаж может умереть. Дур Гарон приближается, стуча своими окровавленными копытами. Стоп! Это типа моя вина? Что мне делать? Загрыть с собой Аламона, воодушевить Аламона. Давай воодушевить. Я говорю Аламону что-то воодушевляющее. Например? Да, например. Черт, почему быть хорошей так сложно? Иногда, чтобы высоко взлесеть, нужно упасть на самое дно, чтобы хорошо оттолкнуться. Ты только что отрубила мои ноги! Эламон воодушевляется. Ему удается собраться с силами, чтобы отползти от Дур Гарона. Хорошо. Теперь Дур Гарон обратит свое внимание на тебя. Ну, давай. Он избегается, вечно размахиваясь своим мечом. Черт, только не это! Твоя попытка обернуться провалилась. Дур Гарон смеется, насаживая тебя на свой меч и поднимая тебя в воздух. Серьезно? Я ничего не могу поделать с этим чертовым наручем. Прости, Хлоя. Эй, я отрубила тебе ноги, теперь мы в расчете. Ты чувствуешь, как сила покидает твое тело, когда Дур Гарон поднимает тебя в воздух. Тебе адски больно. Что ты делаешь? Целить своего голову, целить... Голова в голову. Я размахиваюсь в последний раз, целить голову Дур Гарона. Тебе нужно большое число, ты почти мертва. О, нет. М-м-м, Ты задеваешь ударом голову Дур Гарона, а труба один из рогов. Но этого недостаточно, чтобы убить его. Вот говнюк. Он смеется, а затем резко вырывает свой меч. Ты погибаешь в агонии. Ай, надо было поруки бить. Так грубо. Прости, Хлоя, я должен бежать. Эй, чувак, если можешь, делай. Я использую укрытие стража. Ты уверен? Это все, что я могу. Ты вызываешь призрачную дверь, которая защищает тебя от Дур Гарона. Из нее бьет свет, отцепляя его. Дверь закрывается, а зачем исчезает? Ты исчез, и тебе больше нельзя навредить. Видимо, мне придется вернуться, когда я стану сильнее. Было весело. Смотри, что я нарисовал. Майки реально круто рисует. Это типа мы, да? Прикольно. А где мышка? Мышка-мышка-мышка. Прости, что умерла и оставила тебя там одного. Ничего, когда-нибудь я до него доберусь. Рады, что тебе понравилось, Хлоя? Да, с тобой я всегда готов на приключения. Посмотрим. Спасибо за игру, ботаны. Блин, прикольно. Я бы такую жизнь не сыграла. Я бы такую в жизни высыграла. Прикольно. Диск есть. Следующая остановка. Класс, химия, радость и полные штаны. Так, ну вот, я, собственно, я видела, прийти на химию. Так, ну я предлагаю тебе на химию пойти в следующий раз. В принципе, у нас с тобой эта серия такая получилась познавательная, да? Мы смотрели, что у нас происходит, посмотрели, что здесь есть по кругу, поиграли, поболтали. В принципе, прикольно. Давай посмотрим на баннер. Я бы принесла козу, жертву самому и Лемии, и Блэквула, если бы это позволило мне исчезнуть отсюда через месяц. Давай с тобой пойдем? Сейчас будет сохранение и мы сразу выйдем. В 1910 году основано, нифига себе. Какого черта? Что у тебя там, Дэгон? Не зови меня так, Дрюнорт. Качок, который так туп, что из-за него все остальные качки кажутся умнее. Видимо, Нейтан ему чем-то насолил. Ага, ну и странно это этот херь, Брэскот. Это не твое, отдай обратно. Как меня бесит, что ты теперь в команде. Ты такой неудачник. Отдай! Разбирайтесь, вы оба неудачники. Ребят, не надо драться, вы можете оба побыть неудачниками. Молчу, не заговорила. Но-но-но, место в команде зарабатывают, Дэгон. Они подкупают тренера с помощью своего папашки. По крайней мере, моя семья может оплатить мне обучение. Сколько пособий понадобилось бы твоему отцу нищебруду? Ого, Нейтан, как низко. Мой отец потерял свою работу на верфи, когда твой ее закрыл. А ты решил на меня побычить? Отстань от Нейтана. А че я-то? А знаешь что, Прескот, я сделаю тебе одолжение. Ты не можешь быть в команде и одновременно заниматься этой херней. Ты кусок дерьма, я убью тебя. Прекратите, ребята, хватит. Хоя, сделай что-нибудь. Не стой с толком. Отчая я-то, сама что-нибудь делай. Вмешаться давай. Единственный способ победить хулигана быть агрессивной. Нужно опустить дырю. Блин, давай, давай. Отвали, идиот. Что ты мне сейчас сказала? Отвали, это значит уходи. Ты здесь никому не сдался. Да почему у него одна точка, у меня три, так нечестно. И серьезно защищаешь на это на Прескот? Как значит побаковать на кого-то своего размера, который я слышала крайне мал? Охренеть, ты долбанутая, займи своими делами. что долбанута, как это то, что тебя пока они оставляли на второй год? Ты правда хочешь в этом ввязаться? Вот это, да, 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 да. Я с вами в конфликте с Нейтоном. Тебе он емно нравится, давай уже, идем мне его за косичку. ты что только что засмеялась ага хлоя тебя поймела заткни нахрен хлебала новичок ты заткнись молодцом саманта отдай папку иди нахрен ботан ой-ой-ой горилла вернее в этот раз тебе повезло прескать тебе две девчонки спасли всегда пожалуйста с тобой все хорошо спасибо что заступилась за него люди думают что только из-за его семьи все хорошо так работы было сохранение до так сохранение было давай тогда мы с тобой сообщение мамочки послушаем следующей серии вот она сегодня закончим если тебе понравился видео ставь лайк пиши комментарии скидывал спасибо за просмотр до новых встреч в этой других игрушечках всем пока пока пока